это первый запуск этого горна первый раз я свод с этой улитка его запустил и пока что дрова разгораются только ну дует хорошо мне нравится всем привет вот такой получается временной парадокс вы уже видели как работает эта печь а я еще нет она только вот высохла краска я только первый раз собрал до кучи покрашенная вы сейчас расскажу вам что как устроена потому что я решил старую печь свою поменять пришла зима а у меня в ней теплопотери большие я решил сделать покомпактнее и чтоб получить тепло сохранялось начнем разборная на сверху крышка она крепится у меня три гайки закрученные на болт приварен уголок две крайние гайки на уголок приварены эта гайка приварена до крышки все устройство простейшие все работает устройство крышки за основу бочки вот этой вот печи взята труба внутренние у нее 270 миллиметров от нее отрезан две такие вот полосы и потом полоса разрезано и вставленный опять же с этой полосы еще с такой же трубы кусочек 6 сантиметров раздвинулся кольцо раздвинулась то есть это и теперь она свободно надевается на эту трубу и также устроены и нижняя часть куда вставляется уже сама труба то и здесь то же самое кольцо крышка варил на сантиметр где-то вниз сетку мелкую прихватками прихватил лишь подержалась потом вот этой стороной положил на поверхность на металлическую и изнутри уже и внутри уже залил гипсом залил гипсом получилось залито наполовину вот этой крышки гипсом залито и дальше уже с нержавейки это бак от стиральной машины автомата вырезал шайбу такую круг вырезал отверстие центральное вставил и также на прихватки сделать для того чтобы во первых нержавейка возможно она будет отражать тепло хотя она наверно за коптится все равно поменяет цвет вдруг если будет внутрь отражать это будет хорошо во вторых просто чтобы не выкрашивался гипс потому что на ю тубе видел люди делают тоже крышки такие в общем то я за ними повторяю но они у них лопаются гипс лопается крошится и поэтому посмотрю как он раскрошится нет у меня сильно или нет крышка снимается путем выкручивая болта из полки выкручиваю и все крышка снимается болт выкручен крышка снята так или внутрь варил тоже с нержавейки толстостенные это толстостенная нержавейка говорил вот такое кольцо чтобы тоже получился зазор между этим кольцом и гипсом здесь еще жестяная банка это просто она форму держала эта банка чтобы отверстие было я ее оставил не стал в колу по отпускать будет как а арматура и между вот этим кольцом нержавейкой там пол сантиметра зазора то есть тоже все-таки излучение тепловое думаю не будет греть вот именно здесь выход сильно так мы покрышки наверно все переходим к самой печи печь как я уже сказал труба внутренний диаметр 270 внутри с той же машинки автомат с барабана нержавейка вот это вот сито через которое отжимается вода ну вода уходит внутрь вставлена снизу вырезано кольцо металлическое железное по диаметру этой трубы и по внутреннему диаметру кольца из нержавейки потом нержавейка чуть-чуть загнуты края прихвачена но это чтоб держалась на момент заливки тут крепко не надо лишь бы она более-менее держала центр дальше уже заливка раствором я заливал шлаком шлак мешал с длинной и песком вот и после прокалки у меня вот старый старая печь также устроена тоже просто у нее диаметр сильно большой вот с такой же нержавейки с бака сделано и там прогорела в одном месте только пару сантиметров то есть даже нержавейка ну прогорает но там шлак вот этот раствор весь успекается так он становится аж стеклянный и то есть потом уже но не плавится не течет ничего остался целый поэтому вот эта нержавейка она как арматура тоже временная там внутри внизу печи здесь она останется до конца она здесь не сгорит а там возможного прогорания но это не критично если эту печь не кидать об землю не стучать по ней ничего там не высыпется и сверху уже на пять сантиметров вот видне видно не полосы где глина шла и вот он пошел уже опять гипс потому что все таки сверху тут уже не прокалится не как этот раствор глиняный и он будет крошиться высыпаться то я в старой печи просто делал как внизу такое же кольцо железное чтоб ничего не высыпалась а здесь решил гипсом вроде как покрасивее и крышка закрывается на гипс короче покрасивее получилось вот и диаметр делал видите да что яйцо получилось потому что нержавейка тонкая свернул то я с нее круг все нормально но потом когда утром был раствор простукивал чуть-чуть все таки внизу круг остался ровный а сверху вот так но тигель входит все нормально тут тигель входит и расстояние там еще хорошие остаются даже бензиновая печка у меня с такими зазорами работала кто следит за каналом вы знаете наверно так темно вам наверно ну поверьте там в одном месте больше сантиметра в другом сантиметр есть зазоры должно гореть все нормально я конечно самонадеян еще не проверил ее уже покрасил как такой молодец и не знаю как работать будет вот видите расстояние от тигля до края печки это как раз то место сколько мне можно насыпать будет угля потому что тигель если поднимается выше ну то есть заподлицо можно если выше крышка закрывается неплотно это я уже проверил так переходим к основанию основание металл шестерка круг вырезан но по диаметру печки внутрь также шестерки варена ну я круглая сделал отверстие то есть в металле вырезал сначала круглое отверстие болгаркой и потом такую же круглую шайбу взял круглую потому что у меня валялась с прошлых там самоделов дел она чуть больше диаметром короче подошла сюда на сверлил отверстие сначала разметил все потом как начал сверлить уже пошел наугад и все видите вот керненые места есть не стал сверлить потому что уже сильно близко отверстие побоялся что когда-нибудь они между собой прогорят и получится просто дырки и поэтому ну думаю хватит потому что в той старой печки у меня меньше этих отверстий и горит у бога приходится даже выключать печь бывает потому что если не уследишь просто плавится железо обтекает прям потеки идут поэтому думаю хватит но в этот раз я вот этот вот отверстие сделал больше она по диаметру почти по диаметру вот то есть нержавейки стену отверстие в печи короче потому что у меня в прошлое тоже было диаметр большой а вот это вот дуло вот это вот в два раза меньше было и получалось что по краям уголь не прогорал сейчас надеюсь будет прогорать весь уголь так дальше ну дальше кольцо вот это же приварено про которое говорил тут уже крепится крепежка которые уже для крепления на улице то есть она у меня все ставится на стойку турника хоть пацаны были мои против ну я их переубедил и у меня получается это регулируется ну то есть она ставится в крепление крепление ползает уже по стойке турника вверх вниз то есть я когда плавлю алюминий я опускаю до самой земли на стойке для того чтобы удобно было тигель доставать там смотреть все когда мне надо например что-то греть или паковать я убираю печь остается только горн вот он же готовый горн вот я его поднимаю на высоту какую мне удобно уже по стойке закрепляю так теперь сверху все вниз из устроен у нас вот так также на болту три гайки две гайки приварены на вот это вот трубу и одна гайка на крышку труба это с крышкой это у меня тигель старый я отрезал дно получилась крышка пол тигеля пустил ну то есть это зольник крышку сделал че крышку закрывашку с пылесоса она еще на краске и еще откупоривать надо опа вот такая получилась штука вот так она теперь тут выглядит все это дело здесь вход воздуха это я уже заделал вечером ленился уже темнело и отверстия просто сваркой вырезал ставил трубу и обварил поэтому тут сопельки но они на скорость не влияют эту крышку закрутил два болта и вот так эта крышка работает то есть она эта крышка спилена с этой же трубы и поэтому она прилегает плотно и по идее щелок нет вот здесь что-то такое но это здесь потому что я чуть-чуть выравнивал вот эту трубу по моему я не помню везде прилегание ровно и ровно и а вот вместе я видать ее подстукнул или может быть когда вырезал сваркой повело ну даже если тут будет минимальная щели на на скорость влиять не будет обычно люди зольник делают с противовесом то есть приваривают сюда противовес и получается вес давид подвесом противовеса короче зольник закрыт надавил на противовес он открылся я решил сделать крышкой для того чтобы именно ну как сказать вам гасить немного температуру то есть бывает такое что уже смотришь там тигель краснющий прям уже желтый аж алюминий еще не начал плавиться и даже ну то есть если полностью выключишь поддув получается сразу горение прекращается перекрытия поддува не хватает то есть поддувом но это было раньше я сделал поддув сейчас другой может будет нормально просто я короче сделается для того чтобы случае чего чтобы этот горн горел как обычная печка выключил например поддув открыл крышку эту свободно откинул она вниз откинется вы понимаете что это верх ногами сейчас вниз откинется и будет гореть просто как обычная печка то есть сюда тяга воздуха и пошла наверх для этого это сделал чуть чуть-чуть заморочился сделать защелкой выход выход на поддув усиление ребра и сейчас на саму улитку перейдем и так улитка вот она улитка это ветродуй к кто следит за моим каналом смотрят ролики знаете на что раньше у меня стояла вот это вот крыльчатка то есть вот такой размера была улитка двигатель от кондиционера 2 скоростной вот этот вот двигатель у него 950 оборотов и 1050 вот с этой улиткой оставил на 950 и даже при полностью перекрывании воздух подачи воздуха при открывании трубы и вот тут вот все равно сильно дуло поэтому я решил переделать и сделал уже вот на такую вот крыльчатку маленькую вот такая мелкая крыльчатка по сравнению с этой смотрите обороты переключил теперь двигателя на 1050 чтоб чуть побольше и сделал заслонку такую чтобы уже перекрывала воздух полностью то есть уже буду регулировать заслонки метка есть то есть по мере его движения как раз этой метки я буду знать насколько она у меня выдвинута вот так будет работать все это улитка накрык крутится на резьбе у меня закручивается на печь и поэтому я ее могу ставить любом положении то есть я имею ввиду за то что заслонка нас хоть и свободно но выпадать она не будет как я ее поставлю так 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 нормально нет такой чуть подогнули потом так сейчас я включу покажу как она работает конденсатор я теперь не стал ставить заморачиваться она строги вается чуть крутнешь двигатель и пошел крутиться а сюда лепить конденсатор это надо еще и коробочку какую-то лепить короче не захотел этого делать и поэтому буду заводить от руки вот я включил розетку а он сам пошел даже не устал дотронуться так она работает будет тихо и удобно а на лето можно сюда еще пропеллер поставить для обдува двигателя но не греется он он греется как чувствует рука горячевата даже летом когда я плавил ну настолько чтобы него нельзя было держать такого не было ни разу такая получилась штука ну и вот так она себя ведет в работе то есть вот газета теперь открываем заслонку на газету сдувает и этого хватает я первый раз когда делала еще попробовал пылесос пылесосом даже уголь выдувает то есть очень сильно дует поэтому для плавки тут сильно дуть не надо закрываем заслонку все газета лежит не сбывается вот так выглядит печь после двух плавок алюминия то есть видите вот потеки были это с раствора еще выпаривалась влага вода она выходила паром и дальше конденсировалась и покрышки истекала а дальше чуть-чуть прикипала и короче она сейчас не отмывается видно сразу что самый жар был вот он одна потому что дно она не утепленная ну просто железяка и печка стоит здесь и вот здесь как раз нагревается по кругу и вот но это я думал краска облупиться от такого жара оказалось нормально еще и держится то есть она нормально не горит во всяком случае случайно обжечься где-то тут в работе я думаю нереально если руку не засунешь внутрь крышка осталась целая здесь тоже пошли мелкие трещины но каркас есть так что там еще старый шлак остался но это говорю две плавки вот как нержавейка выдерживает это все такие температуры верхняя нержавейка тоже видите как она то не закоптилась но потемнело но главное что ее не повело я думал ее может перекрутить нет нормально она все осталось ровно и это хорошо так что зимой я думаю в нем плавить реально как обгорело дно снизу видно да что тоже краска обгорела не полностью не до конца зольник вообще можно сказать не горела краска чисто единственное что по центру вот где сварка была вот там вот еще что-то обгорело ну нормально получается тепло сохраняет она неплохо крепление покажу до трубы то есть вот она труба турника две трубки сварены друг другом 1 по диаметру самой трубы турника разрезано и стягивается шпилькой прижимается в другую трубку вставляется сама печь из контриться болтом и поэтому я шка как говорил могу ниже опускать могу выше поднимать и крутить вокруг оси то есть если мне удобно работать например с той стороны печи оттуда как я всегда это делаю ветер например не попутный я его просто поворачиваю вокруг оси на трубе и все и работаю дальше вот такая получилась печь надо будет попробовать чуть побольше в ней поплавить еще и латунь а на этом всем здоровья удачи пока